Каждый приезжающий в Чечню в более-менее холодное время гость отмечает одну любопытную особенность гардероба местных дам, а именно непременную шубу, китара или бедар на чеченском языке, чаще всего самую шикарную. И это при том, что в том же грозном зиму чаще всего стоит довольно теплая погода, снега-то редко дождешься. Однако облаченных в меха чеченских леди можно увидеть и тут, и в других населенных пунктах Чеченской Республики. На том же знаменитом проспекте Путина, чеченской столицы, бывший проспект Победы, можно отыскать немало шикарных меховых салонов, где продаются натуральные шубы ценой в полтора-два миллиона рублей. Чеченки просто обожают шубы из натуральных соболя и норки. Интересный момент. Чеченки порой умудряются выгуливать свои обожаемые шубки, даже при грозненской температуре в 5-10 градусов тепла. Часто чеченские леди совмещают шубы с красивыми угами. Откуда же у жительниц Южной Республики такая любовь к меху? Причин тут несколько. Во-первых, историческая. Многче все-таки выходцы из гор, где климат куда более холодный, нежели на равнине. Там для обоих полов требовалось носить теплые шубы, шапки, папахи. И потому в чеченском языке даже собирательное название верхней одежды звучит как куй-китар, то есть шуба-шапка. В горах шуба могла служить еще и надежной теплой подушкой, одеялом или даже просто матрасом для женщины и ее детей. Желая жить в горах подальше, не расставаясь с двумя вещами – молоком и овчиной шубой, гласит старинная чеченская народная мудрость. В старину, кстати, овчиной шубы и тулупы носили прежде всего замужние дамы, а также дамы старшего возраста. Это служило важным показателем их солидного семейного статуса. Сегодня китар – еще один важный показатель достатка уважающей себя чеченской семьи. Потому достойный супруг всегда должен обеспечить свою любимую жену хотя бы одной красивой шубкой. Шуба, кстати, на Кавказе исторически считалась настолько ценной, что доверяли ее шитье лишь мужчинам. На такой предмет одежды могло уйти до пяти овечьих шкур, не считая шкурок ягнят. Шубы были весьма дороги, потому многие кавказцы занашивали их, что называется, дадыр. В общем, шуба для чеченки ныне – это дань традиции, а также современный шанс показать зажиточность своей семье. Плюс относительно удобный и красивый предмет верхней одежды. Интересно, что прежде именно шуба считалась важным показателем равенства между двумя женами одного чеченского мужчины. Если одну шубу купил, то и второй должен был непременно подарить. Интересно, что, например, в соседнем Чечнею и Дагестане такой меховой моды женской все же не закрепилось. И шубы типичной дагестанки носят куда реже чеченских дам.